доброе утро дорогие друзья и в моих руках снова чашка кофе мне хотелось бы конечно сегодня с вами снова порассуждать над словом и как я уже говорил вам о том что сейчас начался началась неделя семьи посвященная международному дню семьи здесь в одессе и при поддержке организаций общественных организаций также духовного совета христиан частью которого мы являемся как церковь и я как пастор мы проводим вот такую вот большую акцию которая началась вчера вчера была пресс-конференция с которой все началось сейчас также по городу идут выставки рисунков различные концерты в разных местах и в субботу будет большой праздник на соборной площади возле памятника воронцово будет большой детский концерт и не только для детей для самых маленьких будут игры с призами будет бесплатная вода от спонсоров будет хорош хорошие танцевальные коллективы достаточно на хорошем уровне будут представители города области то есть будет к достаточно большая акция в защиту семейных ценностей мы в церквях церкви участники также мы приняли решение о том что мы хотим эту неделю сделать неделю семьи и в связи с этим конечно же мне хотелось немножко поговорить с вами о семье и сегодня я решил взять колоссяном третью главу где каждый стих павел говорит обращаясь кому-то членов семьи и он начинает женщин и говорит женщины повинуйте своим мужьям как прилично в господи и на самом деле повиноваться повиноваться своему мужу это очень прилично и очень важно и другой перевод говорит очень такие яркие слова перевод радостная весть говорит буквально следующее жены повинуйте свои мужья потому что это ваш долг перед господом на самом деле знаете повиновение мужа это не то что я должна это не то что женщина должна своему мужу в первую очередь она должна это своему господу я очень часто слышу от многих сестер от многих женщин что вот когда мой муж он будет таким когда мой муж сделает вот это тогда я буду ему повиноваться но библия говорит о том что это наш долг это ваш долг перед господом то есть не перед мужем это не мужа вы должны это богу мы должны об этом это очень важно чтобы мы это с вами понимали и когда мы будем таким образом себя вести и служить своим мужьям как служим господом я верю что от этого очень много зависит и благодаря этому очень многое в семье изменится потому что библия говорит о том что мудрая жена она устраивает у нас строит она укрепляет свою семью а глупо разрушает своими руками поэтому дорогие сестры если вы смотрите сейчас этот завтрак я верю в то что вы мудрые вы мудрые жены которая строит укрепляет свои семьи но пусть бог благословит вас и если вы знаете мою жену и ее мобильный телефон то обязательно поздравьте сегодня с днем рождения с господом что я делаю теперь и вот вот